Если хотите встретить странных существ, обладающих разумом и совершенно не похожих на людей, не нужно лететь в космос. Они уже здесь, в море. У них три сердца, голубая кровь и восемь рук. Общаются с помощью цветов, берут предметы присосками, передвигаются, выбрасывая струю воды. Некоторые могут принимать практически любую форму. Они незаметные и смертельно опасные охотники. Они гудини океанов. Это осьминоги, каракатицы и кальмары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Энциклопедия Осьминоги Пьюджет Саунд, штат Вашингтон. В этих темных водах обитают гиганты. Гигантские осьминоги достигают 9 метров и весят до 300 килограмм. Вероятно, они и стали прототипами монстров из старинных легенд, которые обвивали ныряльщиков щупальцами и присосками, а затем топили. Но сейчас происходит нечто иное. Этому осьминогу, скорее, просто любопытно, что за неизвестное существо перед ним. Он использует свое тонкое осязание для изучения. Он может вытащить дыхательную трубку, но она ему не нужна. Узнав все, что ему было нужно, он уплывает. Мы же можем спросить себя, что мы знаем о нем, обо всех осьминогах. Остальные виды, конечно, меньше гигантского осьминога, но у них также мягкое бескостное тело, и они обычно прячутся от крупных рыб и морских млекопитающих. Выйдя на охоту, они маскируются. Это помогает, но ничто несовершенно. К тому же осьминог не единственный, кто применяет маскировку. Для этой скорпены осьминог оказался слишком велик. Охота для осьминога так же опасна, как и для его жертвы. Его смертельный враг Мурена всегда нападает из засады. В каком-то смысле каждый выходит победителем из этой битвы. Мурене на ужин достается щупальце, осьминогу – жизнь. Мелкие кровеносные сосуды конечностей автоматически прижигаются, и через несколько месяцев щупальце отрастет снова. Ученые иногда имитируют нападение для изучения техник защиту осьминогов. Толчок камерой приводит к выбросу чернил. Облако отвлекает нападающего, а осьминог скрывается в другом направлении. Если это не срабатывает, осьминог резко становится смертельно белым и выбрасывает чернильное облако. Кстати, чернила очень неприятны на вкус. И этого достаточно, чтобы отбить у хищника желание съесть осьминога. Кроме того, осьминоги очень гибкие. У них нет костей, что позволяет им принимать любые формы и проникать в невероятные места. Например, в эту бутылку. Кажется, что в горлышко может пролезть только пара щупалец. Но никак не все животное. По факту, возможности осьминога ограничиваются только размером его челюсти. Просто и безопасно. Иногда совершенно не по своей воле осьминоги оказываются в других стеклянных сосудах. Но они отлично адаптируются. Видишь? Как они присасываются? Этот гигантский осьминог обитает в океанариуме в Сетле, куда люди могут прийти, чтобы получить незабываемый опыт общения с морскими существами. Посмотреть в глаза осьминогу. Глаза осьминога завораживают. Они по размеру примерно как у человека и смотрят прямо на тебя. Это единственное, в чем осьминог отдаленно похож на людей. У осьминогов зрение, как у людей. Но они полагаются больше на осязание. У этого осьминога более 1600 присосок, чувствительных как язык. В присоске есть три типа клеток. Одни определяют растяжение, вторые – давление. Третьи распознают химические вещества, как вкусовые рецепторы. Внутри последних есть волоски, которые собирают в воде сигнальные химические вещества. В каждой присоске около 10 тысяч вкусовых клеток. Значит, на каждой руке осьминога их более двух миллионов. В целом, в теле осьминога чувствительных клеток больше, чем в мозге. Смотри, как он дышит. Что касается нервной системы, то она очень развита. Но осьминоги – близкие родственники самых неспешных в природе существ – моллюсков, слизней и улиток. У моллюсков, осьминогов, кальмаров и каракатец общий предок. Обычный моллюск – морское блюдечко. 500 миллионов лет назад их предки жили на дне моря, собирая остатки пищи. Они перемещались очень медленно. Раковины были их единственной защитой от хищников. Затем в раковинах появились камеры, заполненные газом. И все изменилось. Теперь они могли уплывать от опасности. Через 200 миллионов лет раковины приняли различные формы спиралей размером от пары сантиметров до нескольких метров. Это были аммониты – моря кишели ими. Сегодня их раковины – это самые распространенные окаменелости. Но никто точно не знает о строении их мягких тканей. Вероятно, они плавали, как современные наутилусы. Они существуют уже 450 миллионов лет и пережили своих родственников аммонитов на 100 миллионов лет. Они служили пищей различным хищникам, пока не вымерли, вероятно, из-за изменения климата. На смену им пришло животное с одним щупальцем для захвата добычи и длинным, мускулистым телом с раковиной внутри. Быстрый и проворный белемнит – предок всех кальмаров. Всех 400 видов. От крошечного опалового кальмара длиной несколько сантиметров до двухметрового кальмара Гумбольта. Кальмары Гумбольта прожорливы и атакуют все на своем пути. Во время еды их кожа светится, как неоновая реклама. Кальмары имеют много общего с рыбами и атлетичнее осьминогов и каракатиц. Их обтекаемые торпедообразные тела – это сплошные мышцы. Они плавают так же быстро, как некоторые птицы летают. У кальмара восемь рук. Для захвата добычи у него есть дополнительная пара длинных щупалец. У кальмара есть треугольные плавники для равновесия, а также внутренняя раковина – наследие от предка беремнита, которое уже мало похоже на раковину. Это хрупкая прозрачная пластина – каркас длинного тела кальмара. Само тело – это мышечный цилиндр, полый внутри, что необходимо для перемещения в воде. Кальмар набирает воду через отверстие возле головы и сокращает мышцы, выталкивая ее через сифонную трубку. Направляя сифон в ту или иную сторону, кальмар может двигаться вверх, вниз, в сторону, вперед или назад. Но не все кальмары быстро плавают. Вот, например, коренастая малютка Россия с плавниками в форме лопат, а не парусов. В действительности, они применяются для зарывания в песок, где Россия поджидает жертву. У каракатицы один длинный плавник тянется от головы до хвоста. Это прекрасный стабилизатор при выполнении акробатических трюков под водой. Каракатица может зависать на одном месте, как вертолет. Наличие раковины в прошлом повлияло на строение тела. Пористая раковина удерживает ее на плаву, а плавник и водометный движитель дают маневренность. У осьминогов нет раковин, и они плохие пловцы. Они большей частью ходоки. Руками они отталкиваются от морского дна. У них тоже есть водометный движитель, и иногда они его используют. Осьминог может идти, а потом взлететь, как супермен. Руки служат рулевыми, а голова — кормой. Как правило, осьминог применяет такую технику при попытке молниеносно скрыться в убежище. Но некоторые убежища недостаточно безопасны. Если вход слишком велик, осьминог делает нечто очень разумное. Он его загораживает. Это проявление разума? Доктор Джин Бойл изучает поведение осьминогов. Заплывая в убежище, они загораживают вход камнями, чтобы чувствовать себя в безопасности. Некоторые считают, что это применение орудий труда для самозащиты, а следовательно, признак к разумности осьминогов. Я не уверена, что это именно так. Сложное поведение и разумное поведение — это не одно и то же. Сложное поведение может быть однотипным и неизменным, и мало кто сочтет его разумным. Определенно, осьминоги наделены сложным поведением, различными тактиками поведения. Но разумны они или нет, я думаю, еще только предстоит выяснить. Многие из тех, кто держит их в качестве домашних питомцев, считают их очень умными. Они смотрят прямо в глаза, а это много значит для людей. Они отзывчивы по отношению к хозяевам. Вы их кормите, и они к вам тянутся. Некоторые осьминоги, привыкнув к вам, будут пытаться прикоснуться к вашему пальцу через стекло. Их действия кажутся нам разумными, так как мы совершали бы их, используя разум. Разумные или нет, осьминоги ведут себя очень находчиво. Например, могут сбежать из аквариума. Запереть их там непросто. Они очень сильные. Осьминог весом полкило поднимает 18-килограммовую крышку. Для человека это как поднять товарный вагон. И это только начало приключения. Есть удивительные истории об осьминогах, открывающих банки с крабами, или даже перебирающихся в поисках рыбы из одного аквариума в другой, а затем возвращающихся домой. Не думаю, что эти истории реальны. Некоторые осьминоги могут вытащить пробку из банки, чтобы добраться до краба. Это правда. Но некоторые этого не могут. И у нас нет доказательств того, что они этому научились. Для того, чтобы открыть банку и вытащить краба, требуются определенные навыки. Но для поимки краба в живой природе навыков требуется не меньше. В конце концов, самое мягкотелое животное атакует существо с мощнейшим панцирем и клешнями. Сначала осьминог наблюдает за крабом. Ждет, чтобы атаковать сзади и не напороться на клешни. Быстрый бросок, захват присосками, и осьминог тянет краба к рту, в центре расположения рук. Затем осьминог клювом, похожим на попугайчий, кусает краба за единственную мягкую часть тела – мембрану. Краба парализует нейротоксичный яд. Слюна растворяет мышцы. Затем осьминог вскрывает панцирь и высасывает плоть, оставляя совершенно чистую тарелку. Осьминоги всеядны и очень много едят. За день один осьминог съедает до 2% от массы тела. В расчете на человека это 2 килограмма. Иногда осьминог охотится с помощью сети. Перепонок между руками. Он набрасывает ее на коралл, ловит всех мелких существ, живущих на нем, а затем исследует содержимое сети. Иногда в поисках добычи осьминоги покидают воду. Но дышать воздухом они не могут. Эти австралийские осьминоги охотятся на мелководье рифов. Время от времени они забираются в лужицы, где могут дышать жабрами. В воде или вне ее 8 рук дают осьминогу возможность убивать жертв крупнее его самого. Обычно это могут делать лишь животные в стае. Значит, один осьминог равен целой стае. Насытившись, осьминог отправляется домой, в убежище. Но остается вопрос. Откуда осьминог знает, где он находится относительно своего дома? Доказано, что осьминоги распознают ориентиры. Неважно, насколько далеким и извилистым был путь осьминога за добычей, домой он возвращается напрямик. Значит, в голове у него есть карта морского дна. Джин Бойл проверяет эту гипотезу, помещая осьминогов в лабиринты. Так она определяет, различают ли они право и лево. Вот это лабиринт. Есть два варианта. Осьминог может направиться направо или налево. Левое отверстие закрыто, но сейчас этого не видно. Это отверстие открыто. И осьминог должен сам выбрать дорогу. Я буду следить за процессом через камеру. Если я останусь, осьминог будет смотреть на меня, вместо того, чтобы искать дорогу. Начинаем. Осьминог на месте. Когда вода вытечет, он переместится в аквариум. Этот осьминог ненавидит мелководье и яркий свет, поэтому он попытается найти нору. Он видит недалеко, так как находится близко к земле. Следовательно, он не может заранее определить, какое отверстие закрыто. Медленно и осторожно он исследует внешний контур. Первый раз осьминогу потребовалось 10 минут на поиске открытого отверстия. И этот осьминог быстро находит отверстие. Это была первая попытка. Каждое животное проходит лабиринт 20, 30 или 40 раз. С опытом скорость растет. Это признак обучаемости. Мы знаем, что они способны на сложное поведение различных видов, включая ориентацию в пространстве. Но мы еще не знаем, и необходимо провести множество экспериментов, чтобы определить, обладают ли они разумом, так же, как и мы. Мозг каракатицы управляет процессом создания узора на теле. Кальмары и осьминоги тоже могут так делать, направляя сигналы от нервных окончаний к хроматофорам, клеткам, обеспечивающим окраску кожи. Каждая хроматофора это как сумка с пигментом в центре мышечных полос. Когда мышцы расслаблены, сумка уменьшается и складывается гармошкой. При напряжении мышц сумка расправляется, обнажая пигменты во всей красе. В хроматофорах представлено только четыре цвета. Черный, коричневый, красный и желтый. Но время их открытия и закрытия создает иллюзию наличия самых невероятных оттенков. Все дело в хронометраже. Доли секунды между открытием и закрытием и создается эффект свечения неоновых огней. Мозг человека тоже управляет цветом кожи. Это называется румянцем. Но по сравнению с навыками каракатицы, это слишком примитивно, как разница между хрюканьем и песней. Каракатицы используют неоновое свечение для общения друг с другом и для своих жертв. Но почему? Только каракатицам известно значение всех этих сигналов. есть теория, что таким образом они гипнотизируют, завораживают добычу. Наиболее важная область применения узоров для каракатицы осьминогов это маскировка. Лучшая защита беспозвоночного спрятаться. Маскировка помогает скрыться, оставаясь вне убежища. Маскировка каракатиц это специальность доктора Джона Мессенджера. Здесь у нас животное на дне усыпанном гравием. Оно практически сливается. Прикройте глаза и вы увидите нечто идентичное по окраске дну. Сейчас оно поднимается над гравием и появляются белые пятна. Теперь получилось нечто среднее между пятнистым и пунктирным узором. Оно также напрягает мышцы кожи и создается эффект наличия шипов. Каракатица изменяет цвет и структуру кожи. Она получает пятнистый узор за счет других клеток кожи лейкофор объединенных в маленькие белые комочки. Лейкофоры рассеивают свет. Он отражается от них и на коже появляются белые пятна. Иногда эффект геометрический. Здесь у нас животное на куда более разноцветном фоне. Оно создает очень четкие и крупные узоры, квадраты и полосы. В результате внешние контуры животного полностью размыты. На глубине вы даже не сможете понять, что это было за животное и животное ли это было. Но откуда каракатица знает, какой узор создавать? Как она видит мир? Джон Мессенджер экспериментировал с цветным гравием. Вот у нас каракатица на искусственном морском дне. Посмотрев на нее, вы увидите, что она очень бледная, что вполне соответствует дну. Глаз смотрит вниз, на белые камни на дне аквариума, а не на зеленые стенки. Они всегда смотрят на дно. Сейчас мы поднимем перегородку и попытаемся переместить это животное на более темное дно. Мне придется его слегка пощекотать. Вот так. Он перемещается. Думаю, вы увидите, как он резко станет намного темнее. Примечательно, что эта каракатица не различает цветов. Она видит белый, черный и оттенки серого. Но она видит их очень четко. Может определить малейшую разницу между оттенками и воспроизвести их. Но иногда разница слишком незначительна. Здесь у нас каракатица на белом фоне с красными камнями. Так это видим вы и я. Она же видит себя на белом дне с очень темными камнями. Значит дно неоднородное. Это дно с узором. Посмотрите на животное. У него появился узор. У него пятна над мантийной полостью. На голове и так далее. Это точный узор. Животное решило, что дно неоднородно. Здесь мы, люди с цветным зрением, наблюдаем очень явную разницу между синим и желтым. На самом деле эти камни выбрали из-за одинаковой интенсивности окраски. Они идентичны по яркости. Для животного, неразличающего цветов, разницы нет. Они одинакового оттенка серого. И что каракатица делает? Она не использует узор. Окраска однородная с пунктиром. Но как каракатицы осьминоги, неразличающие цветов, могут маскироваться под различные цвета живой природы. Это словно магия. Осьминог исчезает в розово-фиолетовом коралловом рифе. А это словно появление из ниоткуда. Животное возникает из сине-зеленых зарослей. Это происходит за счет других клеток кожи. Иридафор. Иридафор содержит множество отражающих дисков, действующих как призмы. Они разбивают окружающий свет и окружают осьминога синим и зеленым цветами. Синие кольца синекольчатого осьминога создают также иридафоры, но не для маскировки. Они должны быть заметными. Это предупреждение о ядовитости. Яда одного синекольчатого осьминога достаточно, чтобы парализовать десять человек. У кальмара тоже есть иридафоры, но они вытянуты формы. Они также отражают цвет, отчего цвет вокруг их глаз становится серебристо-голубым, что делает их менее заметными. иридафоры. Глаза у кальмара очень большие, так как зрение очень важно для него, несмотря на то, что он дальтоник. Глаза кальмара удалены друг от друга, чтобы охватывать большее пространство. Кальмар одновременно видит, что происходит спереди и сзади. в его глазах есть поляризационные фильтры, которые помогают ему выжить. Например, эта морская щука ждет, что ее добыча не отличит ее от неба. Кальмар на это не клюет. Глаза отсеивают лучи, которые могут ввести в замешательство и четко видят щуку в черно-белых цветах. Кальмары видят угрозу и принимают меры. Они меняют окраску и прячутся в водорослях. горгонарии. Доктор Роджер Хенлон изучил способы защиты кальмаров. Главная защита кальмаров маскировка, в этом они мастера. Когда они опускаются на дно к мягким кораллам, они могут сымитировать форму, цвет и структуру этих кораллов. Если они захотят, они могут поменять окрас в полоску, чтобы слиться с горгонариями. Они могут принимать любую форму горгонарий. Хищники их просто не видят. Когда маскировка не помогает и хищник видит кальмары и приближается к нему для атаки, кальмары меняют тактику. У них включается второй уровень защиты. Они меняют внешность, и на другой стороне у них появляются ложные глаза, и хищник не знает, куда они поплывут, вперед или назад. Затем кальмар может поднять свои щупальцы, что заставит хищника остановиться. И в самый опасный момент кальмар переходит к следующей стадии защиты. Он становится белым, наполняется чернилами и очень быстро уплывает, оставляя за собой след, похожий на кальмара. И конечно же хищник кусает этот след из чернил, который не очень приятен на вкус. Интересно, что осьминоги ведут себя так же. Их первичная защита маскировка, в которой они тоже мастера, и у них такая же последовательность второй стадии защиты. Здесь, на Каймановых островах, мы смогли изучить защитную реакцию осьминогов, и хотя для них мы выглядели как хищники, мы не причиняли им вреда, но все же смогли увидеть все стадии вторичной защиты. Мы очень довольны результатом. Некоторые защитные реакции доктор Хенлон и его команда видели впервые. Они снимали осьминогов и в конце каждого дня внимательно изучали видеоматериалы. Он на объективе? Он атакует? Он прямо на объективе. Здесь осьминог исчерпал все защитные маневры, и теперь ему остается только нападать и наброситься на хищника или на камеру. Вот вы видите, как по объективу движутся присоски. Никогда не знаешь, что они будут делать дальше. А это блестящий пример хитрости. Мы называем это подвижный камень или подвижные водоросли. Осьминог принимает форму камня и движется очень медленно, чтобы его никто не заметил. Он очень похож на другие камни. Они постепенно отдаляются от хищника, и когда расстояние уже большое, они уплывают. А это защитная реакция. Это вторая стадия защиты. Вторая стадия, понятно, точно. Роджер, сколько он в длину? Около 30 сантиметров, не очень большой. Всего? Он выглядит больше. Они изменили цвет, и создается впечатление, что они стали крупнее. Это своего рода защита от хищника. Они выпускают чернила? Да, он выпускает чернила, и хищник пытается их укусить. Вот еще один трюк. Вот он, смотрите. Ух ты! Да уж, вы бы стали на это смотреть. Да, как он сильно меняется. Это пугает хищника, а затем он выпускает чернила и быстро уплывает. Потрясающе. Давайте перемотаем и посмотрим еще раз. Потрясающая защитная краска. Осьминог как будто слился с камнем, его абсолютно не видно. Видите, он меняется. Пугает хищника, чернила и уплывает. Он все еще пускает чернила, много чернил. А такое мы раньше не видели. Так осьминог выглядит, когда он зажат в углу. Я такого раньше не видел. Он похож на сову или привидение. Мы думаем, что так он отпугивает хищника, когда он совсем рядом. Совсем не похож на осьминога. Он как будто говорит, я не осьминог, не связывайся со мной. Этот знак очень простой. Его поймут почти все животные. Гигантские кальмары очень большие существа. Самый большой найденный кальмар с кончика хвоста до кончика щупальца был 18 метров в длину. Это расстояние от круга подающего до места игрока сбитой на бейсбольном поле. Самые большие кальмары весят 450 или даже 900 килограммов. У нас достаточно информации, чтобы понять, что они не такие опасные существа, которые могут потопить подводную лодку, как это описывается в книге Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». У них огромные глаза. Самые большие глаза среди всех живых существ размером с волейбольный мяч. И это неспроста. Эти кальмары обитают на большой глубине, от 200 до 1000 метров. Единственный свет, который они видят, исходит от других животных, которые светятся сами по себе или отражают свет. Эти большие глаза ловят лучи света, и кальмары используют их, чтобы ловить добычу. Так как никто никогда не видел гигантских кальмаров, мы можем только представить, как они выглядят и как они плавают на большой глубине в поисках пищи. Раньше думали, что гигантские кальмары нападают на кашелотов, потому что в области головы находились следы от больших присосок. Но при изучении желудков кашелотов обнаружилось, что все наоборот. Они питаются кальмарами. Но что происходит на самом деле? Единственный способ узнать об этом — это спуститься на дно. Ученые сделали бы это давно, но только недавно появились технологии, чтобы исследовать океан на такой глубине. Спуск в другое измерение. Здесь еще ничего не изучено. На такой глубине обитает гораздо больше видов осьминогов и кальмаров. кальмар кокоду, который держит щупальца над головой, что делает его похожим на попугая с хохолком. Кальмар с длинными липкими щупальцами, которые он использует как удочки. Поверни направо вид сбоку. На глубине 2250 метров мы видим двух белых осьминогов. Маленький сидит на голове у большого. Два разных вида? Или может быть маленький самец спаривается с огромной самкой? Мы пока не знаем. Мы видим их впервые. Сцепившиеся осьминоги. Мама и детеныш? Возможно. На глубине 2700 метров мы видим плавникового осьминога. у него есть плавники и щупальцы, которые раскрываются как зонт. Мы пока не знаем, что он сейчас делает. Возможно, позирует или ловит своими сетями еду. так как мы не можем выйти из подводной лодки и вблизи рассмотреть этих осьминогов, нам трудно вступить с ними в контакт. Но иногда у нас все же получается. Как ведет себя плавниковый осьминог, когда на него нападают? Он набирает воду в свои сети, соединяет концы щупальцев и становится похожим на тыкву. Хищник, по крайней мере, сбит с толку. Субтитры На такую глубину не проникает свет, но у многих здешних обитателей есть глаза, и они используют зрение. Это потому, что многие существа, включая осьминогов, сами излучают свет. Кальмар-светлячок обитает на глубине 360 метров. Сюда еще немного проникает свет. Они светятся голубым светом, и в брачный период они поднимаются на поверхность, где их обычно ловят рыбаки. Кончики щупальцев светятся голубым светом, и они могут ослепить хищника, когда кальмар пытается уплыть. Кальмар-светлячок – один из 700 известных видов кальмаров, каракатец и осьминогов. Сколько всего существует видов – неизвестно. И только 100 из них люди видели живыми. Еще многое нужно узнать о тех, кого мы знаем, и о тех, кого мы не знаем. Эти существа совсем не похожи на людей. Иногда становится непонятно, как мы можем жить вместе на одной планете. Тех, кто следует за этими инопланетными существами, ждет незабываемое путешествие. Фильм озвучен на студии Бэкборд-Синема по заказу телеканала ТВ-Центр. Текст читал Дмитрий Стрелков. Текст читал Дмитрий Стрелков.